приветствую вас на канале в гостях заводчика корги воплощение мечты что немаловажно сегодня такая история давненько я вообще на кухню не выходила с камерой ничего не снимала не показывала каких-то блюд или каких-то кухонных премудростей все как-то больше ушли в щенков показ собак но сегодня такой случай что у нас на кухне кролик вот такой свеженький кролик замечательный и я покажу как обычно проходит разделка кролика приготовление кролика в нашем доме и что немаловажно в питомнике потому что наличие собак и щенков вносит свои коррективы в разделку кроликов и не только кроликов любого мяса и курей но сегодня у нас кролик поэтому мы будем говорить именно о нем хочу сказать что кролик этот домашний я очень благодарна что моим родителям которые в своем уже не молодом достаточно зрелом возрасте еще умудряются заниматься животноводством и вот периодически нас снабжают таким вот натуральным мясом потому что лучше кролика чем домашний конечно нет ничего мясо прекрасная диетическая для вкусно ну конечно через честно сказать надоедает немножко и когда его много кролик он такой своеобразный но польза от него несомненно несомненно так что мы делаем первым делом первым делом я конечно убираю печеночку посмотрите какая печеночка вот такая прелесть вот на ладошку ведь ее видно по печени обычно смотрят здоровье животного если печень без всяких плотных включений без темных пятен без белых каких-то включений то это можно расценивать как раз как здоровье зарезанного убиенного животного давайте так я отношусь к этому спокойно поскольку это сельскохозяйственные животные они собственно для этого выращиваются поэтому коли вы чувствительные нежные либо вегетарианцы я думаю у вас есть свои каналы у нас канал питомника собак соответственно мы мясоеды так печеночку убрали кстати по поводу печеночки вот эта печеночка печенка кролика это супер полезная вещь то есть по полезности я думаю она стоит намного впереди чем печень утки особенно учитывая что утины и гусиные печени они там их раскармливают до нездорового состояния то вот печень кролика она как бы естественно здорово и она очень по очень полезно печеночку мы санечка отдельно прям пожарим вот так вот с малой термической обработкой как бы гриль да и съедим это печень в отдельные сумочки дальше отрезаются передние лапки здесь они уже были отрезаны мамы заблаговременно я хочу сказать в кролике это очень нежная часть передние лапки они очень нежные вообще мне лично в кролике больше всего нравятся лапки передние и как ни странно это вот здесь вот это мясо которое на ребрышках на на боковушечках вот здесь оно самое нежное вот это мяско вот эти вот боковушечки брюшинка они такие нежные мягенькие вкусные здесь достаточное количество такого жирочка так распределено вот вкусно сами ноги вот задние например мне не очень заходят тут казалось больше всего мяса прямо но не очень я люблю использовать на котлеты эту часть котлеты тевтельки всяко разно вот а вот вот эту часть конечно уже можно прям вот так вот кушать этот передняя часть кролика скажем так у ролик по пояс сверху это мне все вкусно естественном виде кролик ниже пояса мне нравится в рубленом состоянии передние лапки сердечко удаляем сердечко куда идет сердечко сердечко и разные обрезки у нас называется в доме налог на собак как это происходит обычно я начинаю разделывать любую тушку любого животного и масса обрезков эти обрезки иногда доходят до половины тушки уходят налог для собак так вот и называем это мы все отдаем щенка кормящим по статусу кому нужнее вот эта вся красота она уходит животным и где даже скажу очень очень вкусной части тушки они уходят животным потому что ну а как иначе ну как вот в данном случае почки мы вырезаем почки кроличьи верченые да как в том фильме вот эти почечки они уйдут в обязательном порядке собакам так что еще здесь можно легкие удалить тоже собакам на ура остатки разные внутренности которые тут остаются что тут у нас трахея может быть какие-то слизистые вот это все вот ну начинаем раздел берем нож большой поварской и погнали первым делом отрежем задние лапы отделим по суставчиком принципе кролик разделывать несложно как и бройлера наверное потому что по суставам все режется мягко их можно подламывать если суставчик подломать то хорошо видно где резать так как кроли же молодые они же как бы выращены до определенного момента и все легко снимаются лапки видите такие вот какие окорока прелесть пахнет кролик приятно у него мясо отличается запахом она не так пахнет как свинина или курица вообще у каждого мяса свой запах кролик пахнет приятно так обрезаем все что все что можно это все в налог идет так теперь стушки стушки я обычно как делаю если мне нужно отделить мясо на котлеты то я снимаю вот эту вот часть как бы пивную да нужно сказать которая на позвоночнике вот по бокам боковинки это такая филешечка получается кролика вот эту я часть снимаю отдельно если я буду жарить как бы кусками тогда я буду резать прям вот кусочками в данном случае я наверное приготовлю кусочками мясо вот это на ребрах оно мне очень нравится поэтому я разделю на куски хотя можно прекрасно отделить от костей и брать на фарш вариантов принципе много так ну кусочками так кусочками порежем кусочками так позвоночник подломил по суставчиком меж позвонками нож пройдет я сразу скажу я же не профессиональный раздельщик просто вот живу готовлю да соответственно приходится вот получается вот такой кусочек вот такой кусочек можно его разделить на пополам если великоватый можно вот если разделить будет два таких вот порционных кусочек кролика вот эта порция так сейчас мы позвоночек так все что у нас якобы некрасиво не гармоничненько выпирает висит выделяется это все налог собакам все налог собакам сегодня будет у наших собак пир на весь мир так вот у нас еще получаются порционные кусочки кусочек позвоночника который вот остался с задних лапок здесь были задние лапки вот две ляжки это идет уже собакам это налог на собак так у нас остается передняя часть шея и ребра что тут с ними можно делать шею я обычно вот эту прям вот с ребрами которые без мяса вы решили это я все отрезаю собакам а там есть особо ну как бы в шее то есть мясо украля конечно есть и она мягенькая она классно у меня традиционно так как-то повелось шея уходит собак если так разобраться тупо у кроликах уходит собака ну а как они тоже члены семьи делимся делимся по-братски вообще если попадают на ребрах не очень удобно резать поперек ребра можно помочь себе молоточком стукнуть положу хорошо все развертится вообще конечно нужно иметь острый нож у меня они не очень если честно у меня ножи тупого и вот у нас остается шея такая шея такая она тут хорошая вот но это это налог это все налог так с окорочками что будем делать с окорочков я наверное сниму мясо не хочу я их жарить целыми как по мнению они суховатые что ли поэтому я сниму мясо с кости ну а косточки опять же пойдут у нас в налог взять нож потоньше для этого дела так а мяско мы что-то уже придумаем с ним вероятно на котлетки или что-то такое изрубленного мяса посмотрим вообще с кроликом можно делать что угодно у меня мама делает и отбивные и пельмени ой что она только не делает мясо вкусное диетическое мне нравится вот если кусочками то я люблю его тушить в сметане с яблоками с айвой с лимоном ну чтобы обязательно кислиночка присутствовал очень вкусно извините очень вкусно если жирная сметана и базилик вот с базиликом очень вкусно так закашлялась это еще вот постковидные такие покашливания ничего страшного так ну и вот косточки мы одну же освободили по суставчикам поломаем ну сырые кости как я отношусь к сырым костям для собак если собаки приучены к мясу косточкам сырым то собственно ария других они не должны знать только сырые то все замечательно но очень важно в данном случае чтобы во первых на кости присутствовала немалое количество мяса ну вот например видите прям так прилично 50 на 50 вот и конечно же это не должно быть единственной едой у собаки то есть косточка это уже пусть будет как лакомство когда собака уже поела она не голодная и мы даем еще погрызть зубки почистить то имеет место быть но в любом случае конечно все бывает есть вот люди которые категорически против кости они показывают страшные страшные при страшные какие-то видео с забитыми желудками костями но я скажу это все безобразие обычно это на вареные кости в общем я ничего не пропагандирую никогда ничему не учу я вот просто говорю часть кролика обрезки и косточки по сути у нас идут налог для собак и так в итоге на налог у меня уходит ну вот такая наверное почти половина кролика вот тут эта всю часть у меня уходит на щенков на кормящих мамочек да на всю эту катавасию беременных собак вот это все как бы для особой категории вот это все идет это налог такая мисочка остается ну вот они конечно не равные части но я хочу сказать это наверное не одна вторая идет собакам ну может быть одна третья но никак не меньше и вот эта вот часть у нас будет использоваться печеночка отдельная печеночку мы прям вот сегодня пожарим и сами слопаем обычно если у меня сука на сносях или вот только родила то печенка тоже идет туда же мамочки так такая история теперь что мы будем делать с этим мясом вот это мясо я приготовлю за два раза вот этого всего кролика части которые с косточками я их буду жарить я их буду жарить ну и наверное с айвой у меня есть айва свеженькая вот то все что с косточками это пойдет на жарку это пойдет на одно блюдо все что я обрезала мякоть такая красота прямо о какая вкусняшка вся мякоть пойдет на второе блюдо то есть у нас получится кролик по сути делится на три части часть для тушения часть для рубленого какого-то блюда и часть они почти равные и часть для животных вот так мы разделили нашего кролика всем по кусочку достанется ну что я из этого приготовлю возможно я покажу может и не буду показывать не знаю но смысл в том что практически в каждом доме собачника не обязательно питомника даже если у вас одна-две собаки тушка животного это любая тушка делится примерно так часть животным часть себе причем животным не самая худшая часть бывает даже и лучшая но я человек практичный все таки поэтому у меня вот так ну надеюсь вам было интересно приходите к нам на канал еще всегда вам рады пока 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 все и